Алексей, это видео специально для тебя, чтобы ты мог рассчитывать для меня еду в китайском буфете. Здесь обычно держится рис, но сейчас риса нет. Как правило, все буфеты однотипные. Это уголок китайской пищи, конкретно вот здесь такие паровые хлебцы китайские. Это завернутые в листья, тоже какая-то китайская ерунда. Ну, как необычно, это кожа куриная, уши, свиные, крейтеры для супа. Супы в китайском буфете обычно делают вот такие вот бегучие. Это стопы, такой острый суп. Это бульон вантон. Это с морепродуктами, они очень любят, они добавляют сюда крабовые палочки. Обычно такие супы с крабовыми палочками стараются не брать. Классический фишбол тоже суп, то есть бульон. Как-то китайская капуста, такие, как бы сделанные наподобие кефтелек, таких вот из рыбной муки, шарики. Ну, и вот такой вот экс-дроп суп, это на основе тоже крахмала и яйца, такой яичный тягучий суп получается. Обычно отдел выпечки, крайне сходный, печенюшки, клетки, вот такие печеница. Обязательно присутствует салат-бар. Салат-баре желе обязательно, вот такие варианты нарезки капусты. Водоросли вот эти вот зеленые. Маринованная острая вот такая капуста. Ну, это колуслоу. Вот эта штука, не знаешь, что это такое? Что это такое фруктово-йогуртное? Обязательно присутствует такой салат из брокколи. На основе макаронов салат есть. Из крабового по овощик салат. Обязательно вот такие вот креветки, они обычно идут вот с этим каптейли соусом. Ну, и мидии вот без соуса. Это как бы обычный ассортимент салат-бара. Еще есть варианты разных заправок. Два варианта пудинга здесь. Ну, то есть вот тут такой йогуртоподобные соусы и, соответственно, соус тип тартара. Также есть варианты овощей. Помидорчик-чирик тоже практически во всех буфетах бывает. Редиска. Маленькая такая морковочка. Это семена у нас подсолнечника. Тертый сыр, грибы, шампиньоны. Сельдерей, лук обязательно. Варианты, что можно приготовить, типа, сцеллера для себя. То есть порезанная или ветчина, или вареное мясо, или копченая турка, или курица. И сухарики, яйца. Вот это такой измельченный бекон, для засыпки салата, горошек. Несколько вариантов острого перца. Вот там дальше есть халапель, он совсем острый. Вот такие вот бананы пейпер. Они помягче. Ну, и иногда бывает еще маринованная свекла. Теперь переходим к горячим блюдам. Практически тоже во всех буфетах бывают вот такие креветки, которые в кокосовом молоке. Здесь разобрали луковые кольца. Их очень любят здесь американцы. Вот такие вот кругленькие штучки. Они делаются из моллюсков. Называется клэм. Вообще-то, как будто мясо гребешка по нероску с коком. Вот такой немножко пересушеный курица на шпажках. Ну, это вьетнамский вариант. Это экз ролл. Это как блинчики, только они вегетарианские, из капусты. Они хрущатые. Вот, например, эти соусы. Обычные френч фрайсы. Американцы его любят. Практически все на всех буфетах он есть. Идем дальше. Обязательно присутствуют ребра. Вот такой сладкий соус. Обязательно курица хрустящая в панировке. Обязательно вот такие вот штуки. Это чикен в панировке тоже хрустящий. Тоже практически в каждом буфете присутствует такая зеленая фасоль. Обычно два варианта риса. Рис со специями. И иногда добавляют яичко, когда его пережаривают. И немножко овощей. И чисто белый рис жареный. Вот эта штука называется General Tao Chicken. То есть это вот чикен цыпленок, который делают такой панировки из соевой пасты. С орехами. И вот получается такое сладкое блюдо из цыпленка. Сладкие бисквиты. Вот это блюдо тоже есть практически в каждом буфете. Это или курица, или говядина. В зависимости от того, какой буфет. И, соответственно, варианты с брокколи и маленькой кукурузкой. Тушеное такое блюдо. Оно, как правило, мало соленое. Вот. Ну, практически есть в каждом буфете. Ну, еще, соответственно, еще добавляют сюда кабачок. Так. Идем дальше. То у нас цыпленок в соусе сезам. Получается тоже такое сладкое блюдо. Тоже в каждом буфете есть вот такая лапша. Иногда есть или вариант с Black Pepper с щитином. То есть жареный цыпленок с перцем. Или иногда бывает такой же вариант с говядиной. То есть просто жареная говядина с перцем. И посыпанная с черным перцем. Обязательно кукуруза. В некоторых буфетах балуют с жареными бананами. Банан просто обжаривается. Он сладкий сам по себе. Ну, это тоже классика. Это ребра тушеные. Идем дальше. То есть вот эта вся информация тебе пригодится для расчета нутришн. Ну, это, скажем так, эксклюзив. В других буфетах я не видел. Это как бы вот Атье Клепсон. В нее все равно нравится брать Нью-Йорк. Вот, других нету. Это у нас свининка. Но она не в кисло-сладком соусе. Она скорее в кисло-сладком соусе. Рисовая лапша. Иногда идет с креветками, как здесь. Иногда просто с овощами обжаренная. Это у нас как раз то, что я говорил раньше. Говядина, значит, сперта натушеная. Теперь переходим к рыбе. Вот здесь меня порадовали какой-то рыбой. Называется стимфиш. Вообще, в принципе, другими этапами я ее не видел. Обычно или предлагают талапию, или банальный шалмон. Вот это стимфиш мне очень порадовало. Идем на классический патит-тест с правильным соусом. И соус именно грамотный. Это у нас яблочный пирог. До того, как я сила на диету, я очень любил побаловаться этим пирожком. А вот это у нас биф с брокколи. Иногда еще добавляют и бекон. Опять вредная еда. Это у нас рыба, сильно жареная в панировке. А вот пельмени, кстати говоря, очень хорошие. Как правило, редко когда учителяют сейс-фортирь. Пельмени жареные из свинины. К ним еще прилагается соус. Ну и про салмон, который я говорил. Салмон тоже разбирается. Иногда его делают с добавкой апельсина. Иногда идет соус-териачи. То есть различные варианты, но правда это как бы такой запеченный салмон. Пиццу я снимать не буду, ее разобрали. Дальше креветки у меня с панировки. Грибы. Вот это мешанина. Вот это очень странные мешанины, которые тем не менее едят. Это называется китайский сейфуд. На самом деле здесь большей частью вот эти крабовые палочки, которые пережаривают, там томят, не знаю, что там было. Тушат. Короче, такая фигня получается. Вот. Непонятно, как вообще-то калорийность тоже странно. Вот это вот жареные креветки. Мои любимые вот такие ракушечки. Вот. Их достаточно много можно съесть, не опасаясь за свой желудок. И их обычно поливать соево-чесночным соусом. Другой вариант креветок. Они как бы не зажаренные, они такие варено-тушеные. С перцем, то есть, ну, такой вкусный вариант. Много, когда где в буфете попадается утка. Вот. Но не в каждом буфете. То есть, каких-то есть, каких-то нет. То есть, уже скорее зависит от класса буфета. Если буфет хороший, то утка есть. Миди. Есть миди вообще без соуса. А есть миди вот таких с соусом. Раки есть практически в каждом буфете. Небольшого размера. И обычно их делают очень-очень перчеными. То есть, они очень-очень такие острые. И вот они хочется сильно есть. Вот это у нас уголок монголин гриля. Где ты можешь набрать любые варианты сырых каких-то вещей, ингредиентов. Типа говядины, свинины, индейки, цыпленка, креветки. Все это сырое. Вот такие сырые овощи. Еще это на раскаленном вот этом тандуре готовится. Вот. Опять же, можно сделать в вариантах с паровочной соей, а можно, например, сделать с лапшой или с рисом. То есть, и добавить различные варианты специй, которые здесь есть. То есть, вот эти сырые флоп-брикаты можно взять и скомпоновать себе блюдо по своим вкусам. Ну, соответственно, здесь у нас еще фрукты, которые мы сегодня не едим, а были исключением ананаса. И достаточно убойкий выбор суши. Ну, так, в принципе, вот такой стандартный вариант буфета, на основании которого, в принципе говоря, можно рассчитать нутришнс и, соответственно, варианты питания. Продолжение следует...